Всем привет! Позади меня вы видите образец отечественного автопрома. И вот молодой человек вокруг него ходит. Мы сейчас у него поинтересуемся, как он вообще дошел до жизни такой, почему именно эта модель и почему люди покупают Ладу Увесту. Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид! Твой аппарат. Белый цвет. Блин, мне белый нравится в принципе. Ну а что? В принципе и смотрится нарядно, да? Парадненько так. Да, смотрится очень хорошо. А то всякие вот эти серые, темненькие, хрен поймешь. Красненькие. Одно дело кто-то яркий любит красный. Так, рассказывай, что вообще за модель. Я в Ладах, хоть если честно, вообще ни хрена не соображаю, какие сейчас есть и что вообще за варианты. Лада Веста, комплектации Comfort Image. Что это? Там какие-то нюансы этой комплектации или что вообще? Ну, здесь у меня дополнительно стоит обогрев лобового стекла, агнитола заводская, все, что можно из этого, из электропакетов. Причем электропакет, весь полный, система безопасности, идет даже в самой базовой комплектации без кондиционера. А вообще какие варианты были? Что выбирал вообще, из чего? Вначале думал Гранту Лифтбэк взять или Калину. Бюджет, понятно, был какой-то определенный, да? Бюджет был вначале маленький, потом все-таки подумал, подумал, и все-таки я... Я все-таки удивился, думал, что ты что-то бюджет возьмешь иномарочное, но ты как бы что-то по каким причинам все-таки решил? Начал рассматривать бюджетные варианты иномарок, посчитал то поменять, то поменять, то поменяю, но в принципе то на то и выйдет, что и новую купить. Только сейчас тебе не проблем... Сколько вышло по цене? 630 она вышла. 630, 630, понятно. Так, ладненько, ну давай посмотрим хоть со стороны, что здесь. Ну, в принципе, конечно, дизайн они сделали уже приятный, чего не говори, да? То есть и вот сзаду смотришь, дизайн такой... Фары как-то вот сделали не просто там квадратом, да? Все, диски это стальные обычные, да? Да, это обычные легкосплавки, 16-й дюйм. Поворотнички, да? Повторители, да, в зеркалах. Ну да, передок, ну что, тоже типа даться хоть по современнику. Так, что там по двигателю? Ну, обычный ВАЗовский 127-й двигатель. Что там лошадь лошадей? Ну, 106, ну у меня, считай, вот, 110 лошадей, а у тебя, у меня масса, там, чуть ли полторы тонны. Тонна 400, а у тебя, наверное, 200. Ну вот, то есть, как бы, 106 лошадей вполне. Да, это в заряженном состоянии, полторы тонны, это с полной загрузкой. Вполне должны давать, да. И, это, ясненько так, а что там, как бы, механика, что, механика, да? Да, механическая коробка, на автомате поездил, не понравилось. Ездил даже на этой, ну, в смысле, на этой модели, на автомате, да? Ездил на весь, а что там, роботы или что? 1.8 роботы стоит. В 1.8 едет неплохо, но все равно автомат затупливает. В городском режиме не очень удобно ездить, когда он поднимает обороты до 5-6 тысяч все время. Здесь ты хоть как-то сам более-менее регулируешь? Вообще, после покупки что-нибудь еще там, сам, что впихивал? Мне в подарок досталась сигнализация и... Сигнализация, блин, да вот это нормально сигнализация, мне Starline все хвалят. Так, так, ну-ка багажничек давай откроем, посмотрим, что тут как у меня. Багажничек, хорошо, пультика открывается. У нас небольшой бардак, правда. Да, это объем, блин. Ну, вот что ни говори, вот даже вот, вот у Skoda Yeti, блин, багажник, ну, блин, раза в два будет меньше, чем вот этот, е-мое. Почему? 480 литров объем, это самый большой среди всех вазов. А запаска? Запаска полноразмерная, там, да, лежит. Блин, прикольно, у меня запаска тоже не полноразмерная была. А как мне нравится полноразмерная, вот, блин, а тут еще махать место до хера, да? Да, тут еще можно кучу ящичков положить. Вообще, тут вообще место можно еще тут разложить, нифига себе, блин. И запаска полноразмерная, вот это тема. Правда, 15-я, но все равно хоть что-то. А, у тебя 16-я, да? У меня 16-я, конечно, стоят, да. Ну, блин, по внешнему виду. Да, по внешнему виду 16-й прям ничего так смотрится хорошо. Это было все же в комплекте, да? Да, это золотой комплект. Мне что понравилось, если ручечку придумали для закрытия. То есть не надо ни пачкаться, ничего, аккуратненько взял ее, потянул, она закрылась. Двери тихие под Евростандарт. Блин, вот эта фигня, конечно, у меня тоже. Вот мне не нравится, что когда лючки без электрооткрывания, у меня тоже такая же фигня. Прикинь, больше миллиона машин, и, блин, тоже так же вот открывается вот эта фигня. Да, это вот, ну, собирается вроде как изменить этот концепт. Ага. Эта, ну, давай капотик откроем, посмотрим, что там. Сейчас, сейчас. Так, 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 все аккуратненько уже, да? С первыми Вестами начали вот здесь вот прокладочку крепить, то есть грязь практически не попадает. Да, 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 тоже тема полезная. Коробочки, все уже в коробочках. Да, все уже спрятано, все красиво. Блин, такая же херня, у меня тоже точно такой же бачок, тоже, даже. Сейчас у всех так. Так, это фишка вага. Ну, 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 ну. И вот наши решили ее себе тоже приспособить. Эмбулятор. Все закрыто, блин. Здесь какое-то такое большое пространство. У меня вроде, блин, ясно. Че там, гарантия? Ну, 100 тысяч или 3 года гарантии. Первое ТО, либо 15 тысяч, либо через год. То есть, в принципе, как и везде. 15 тысяч, да, я тоже через 15 тысяч ездил. А, тут что-то кондей, да? Да, у меня здесь кондиционер. О, блин, ну, у тебя же кондиционер, ну, тоже прикольно, глянь. Не обучен. Ну, тогда, блин, вот ценовая категория понятна, как бы, раз уж у тебя так все поднапихано, потому что кондей сейчас тоже тема нормальная. Не климат-контроль, а чисто кондиционер. Именно кондиционер. Не, климатическая система написано. Не климат-контроль, а просто климатическая система. Ну, ясно. Так, ну, че, какие-нибудь, когда выбирал, че, какие-то нюансы читал там, что там, типа, хвалят, не хвалят, что говорят вообще? Очень разные мнения были. Кто говорил, машина стоит этих денег, кто говорил, тысяч на стою надо дешевле делать. Ну, че сказать, я ее взял и до сих пор не нарадуюсь. Ездит тихо, спокойно, прощает какие-то ошибки начинающим водителям. Система помощи при трогании, очень классная штука. Тоже тема нормальная, мне нравится у своей тоже. Так, понятненько. Ну, да, надо было уже когда-то научиться-то делать. Хоть с помощью, наверное, реношники там им, да, помогают? Рено, Nissan, это же все вместе делается. Ну, да. Это типа что-то воздуховоздушный фильтр, да? Это воздуховоздушный фильтр. Вот он, забор холодного. Аккумулятор такой маленький, блин, еще пипец. Да. Вот такой заборный. Ясненько. Так, так, так. Вот эти панельки такие прикольные. Ну, это же их XT. Ну, да, 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 да. Крышечка под крюк. То есть, не как раньше было то, что вот так он торчал. То десятки, то двенашки, смотришь, у них вечно эти крюки торчат снизу. А сейчас все спрятано, все красиво. Аэродинамика, в принципе, хорошая. Так, давай в салончик сядем, глянем, что там у тебя. А, это что такое? А, вот, залива. Это, это самое, да. Омывайка. Омывайка. Ясно. Ой, какая тут цветная наклейка. On airbag. А, подушечки, да? Да, это выключаемая подушка безопасности. Подушки, это типа, когда с ребенком там садишься, типа, да, чтобы отключать. Так, 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 механика, да? Да, механическая коробка. Ключик хороший, складной. Да, складной тоже, хотя бы по-современному нормальная тема. Да, очень сильно похож на фольксвагеновский, на шкодовский. В принципе, ключик очень сильно радует. Так, так, тут тоже, а, блин, это как ее? Aero Glonass. Aero Glonass, да, это ж прикольно. Да, сейчас же тебе с нового года, да, кто, какие машины выпускают. Вот такая же табличка у меня тоже один в один, ага. Это сигналка, сигналку поставил, да? Да. Коробочка, трос. А, еще раз, что там с электропакетом у нас тоже? Передние и задние стекла, да, поднимаются? Да, полный электростеклоподъемник, зеркала электрически регулируются все. Ну, ничего, сидения эргономические такие вот эти, с поддержкой, да? Да, подлокотник очень удобный. Подлокотничать тоже небольшой. Плюс есть поясничная поддержка. Сидение водителя регулируется во всех плоскостях, вверх-вниз можно, вперед-назад. Руль также в две плоскости работает. Можно настроить при себя полностью, удобно, эргономично. Единственный минус, поначалу привыкаешь, просто стойка большевата. Обзор, да? Да, стойка большевата, ну и к этому, ко всему можно тоже привыкнуть. В принципе, вот не помню, что там у меня, в принципе, не меньше должно быть, потому что... Ну, у тебя, да, у тебя там тоже будет. На Sportage, я вот когда выбирал между своей и другими там паркетниками, вот на Sportage вообще жаловались, что там вообще жесть, ничего не видно. Здесь окно, наверное, все-таки поменьше. У меня окно какое-то здоровое, здесь оно так чуть-чуть поменьше. Скажи мне, какие минусы ты, как бы, знал перед покупкой, ну, может, там какие-то там... Когда экстренно тормозишь, машина начинает очень сильно носом клевать, потому что барабаны и тормоза чуть слабее хватает все-таки, чем дисковые. Ну, это, в принципе, мелочь, поэтому чуть больше, чуть раньше начинаешь тормозить и плавнее, и все хорошо. Я в своей машине тоже со многими... Это какая-то... это самая... Это заводская. Это заводская утепля... Да, это шумо-евроизоляция заводская. Так, а стекло с подогревом? Да, стекло с подогревом. Что-то я вот сеточку вижу, сеточка. Да, стекло с подогревом. Вот недавно было холодно, шел дождь, выехал. Стекло потеть начало, включил обогрев. Буквально через три минуты у меня чистое стекло, я ехал, все спокойно видел. А скажи мне вот что... А сколько ты уже ездишь на ней? Ну, я на ней езжу около месяца примерно. За месяц что-нибудь выяснил такое, что как бы... Ты не знал какой-то минус, который ты реально не знал, и он, блин, тебе вот как бы выявился. Может быть, в чем-то... Да, таких минусов, честно сказать, даже нет. Вот единственное, маленькие-маленькие минусы. Вот если работают дворники, и ты заглушил машину, они не доводятся, а остаются в том положении, в котором ты... Ну, тоже, ну, как бы... Это я не поймешь даже, это так конструктивно заложено, или это, хрен знает, какой-то недочет, да? Ну, я не думаю, что... Белая верхушечка, тоже прикольно. Не доработали, потому что сейчас открыта горячая линия автоваза, очень много можно написать, и, в принципе, дорабатывают... А что это за кнопочки? Это что-то действующее? Это не кнопочки, это лампочки. А, лампочки. То есть показывают, не пристегнут пассажира, связь и то, что сработало под их безопасностью. Связь, это что значит? Ну, для аэроглонаса. А, аэроглонас. Вляпался, так скажем. А, короче, если что, ты сюда нажмешь на эту кнопку, и к тебе прилетает кто-нибудь, да? Ну, тебе отвечают и высылают. Отвечают? Ну, как говорят, отвечают, не знаю. Блин, когда-нибудь попробовать. Дай бог, чтобы я ей никогда не воспользовался. Не, ну, блин, когда-нибудь попробовать, как эта херня хоть работает, блин, тоже прикольная фигня. Ладно, отвечаю. Так, здесь это чисто магнитола, да? Да, это заводская, автовазовская магнитола. Аварийка. А это кондиционер, да, туда-сюда. Ну, да, климатическая система. Это вентилетра, ага, понятно. Ну, что мне нравится, именно с кнопочек сделали, не как раньше. Обогрев сидений, да? Да, обогрев сидений. USB, AUX. Вот она, 12-ти вольтовая розетка под прикуриватель или под еще что-то. То есть, в принципе, все, что в твоей душе угодно. Бардачок охлаждаемый, большой. Так, где бардачок? Вот он, бардачок. А, вот бардачок. Ага, вижу. То есть, там он очень такой большой, очень громадный, то есть, сюда очень много чего можно положить. Зеркала, что там, обогрев, ничего нет? Обогрев зеркал? Обогрев зеркал, конечно. Ну, блин, у тебя функция до хрена, конечно. Да фига, то ли такая комплектация, то ли... Это именно такая комплектация. Сколько стоит базовая, если вот без всех наворотов вот этих вот, без всех? Без всех наворотов базовая стоит в районе 540-550 тысяч. Беззница небольшая с твоей ценой, поэтому, в принципе, 100 тысяч за это все можно было заплатить. Сколько там, что там на спидометре? Ну, надо 200. Не знаю, я еще стрелку на ней не ложил и как-то не горю. Не, ну тут же надо сначала, типа, как бы там... Обкатку пройти. Обкатка вся фигня до 3000, да? По комплектации ништяк. По комплектации нормально. Много чего такого полезного. Так, а подушки передние, это шторок, естественно, нет. Шторок нету. Ну, у вас, наверное, вообще шторок нету, да, в принципе? А что это у тебя там за вот этот... А, это очечник. А, блин, очечник тоже. Они за ручки сделали в эту сторону очечник. Тоже прикольно. Ну, так, ну-ка, давай назад перепрыгнем, посмотрим. Да, черт, давай. Опа! Так. Ну, сзади то ли ты сиденья так, как бы, это... Подогнал, ну, в смысле, подпёр. То ли сзади, кажется, место вообще дофигища. Сзади место вообще дофига. Я вот... Прям сижу, чуть ли не ноги вперёд вытягиваю, емае. Ездил с другом, он 2 метра ростом, он за мной сел, и ещё перед собой ребёнка поставил. Я же говорю, что тут сзади сиденья, сидушка сплошная, да, без этих... Ну, вверху, спинка раскладывается. Спинка раскладывается, типа столика, да? Да, 60 на 40, да. 60 на 40. Здесь, блин, вот здесь дофига места. У меня здесь и то, по-моему, поменьше места. Ну, конечно, сиденья сдвинул, ты, наверное, сам небольшой, поэтому ты туда их поназдвигал. Я просто под тебя же подгонял машину. Нормально, сзади вообще ништяк. Если впереди, может быть, я переднее вот это бы чуть-чуть, конечно, отодвинул назад, чтобы передину пассажировал. Ну, у меня спереди либо мама, либо брат катаются. Брат худенький, ему места хватает, а мама, мама. А вот сзади вообще, да, поништяковский. Что там эти коврики, покупал отдельно? Да, коврики покупал отдельно. Коврики отдельно. Полный комплект ковриков вместе с ковриком для багажника мне обошелся в 2400. Ясно. В принципе, по общему объему внутреннего пространства машина, конечно, нормально. Нормально. Уж не поменьше, чем моя, точно. Наверное, повыше. Мне, конечно, наверное, повыше. Потому что у меня все-таки такого типа машина, а не как бы повыше. Ну, у тебя, да, у тебя будет повыше. Ну, мне же нравится. По сравнению со всеми нашими автовазами, это считают классом С уже. По габаритам. Это же можно считать, что это последняя модель. Прям, ну, последняя. Да, 17-го года выпуска. 17-го года. Да, я ее забрал. Ее буквально за два дня до моего приезда привезли. Ага. То есть она была сделана в апреле месяце. Что там, не пощупал. Пластик, ну, считается, как бы, наверное, средненький, да? То есть не сильно... И где-то жестковатый. Не сильно жесткий, не сильно мягкий. Ну, для такой ценовой категории, понятное дело, что еще тут пластик требовать, конечно. Ну, вот панельки тоже ништячески сделали. Да, такой нестандартный вариант. Очень приятно, очень удобно ездить. Ясно, чехлы это все заводское, да? Это все заводское, да. Не будешь ничего делать. Поддержи отечественного производителя незамедлительно. Даже если то, что произвел, он отвратительно. Ему простительно. Если не безразлично, страна родная тебе, Ты поучаствовать лично должен в ее судьбе. Поддержи отечественного производителя незамедлительно. Даже если то, что произвел, он отвратительно. Ему простительно. Если не безразлично, страна родная тебе... В задних дверях еще сделали защиту от детей. То есть, если опустить низ, то все, ребенок не откроет. Так, а это изнутри надо делать или перед тем, как закрыл? Это перед тем, как посадил его, да. Перед тем, как посадил. Ну, в принципе, у меня пока детей нет, она мне не нужна. Нет, ну, функция нужная, что? Это мне хорошо, а почему... А, у тебя же эти, да? А вот этих уже штучек нет, да? Вытаскивающих уже штучек нет. Подожди, а центральный замок, допустим, ты поехал как бы закрыть, чтобы закрылась. Есть кнопочка. Кнопочка у тебя по кнопочке, да? Да, у меня кнопочка на центральной панели. Так, а если ты кнопочку закрыл, у тебя, по идее, все равно снаружи можно открыть? Ну, если без замка, без детского замка. Ну, внутри, да, открывается в любом случае. Это именно система безопасности активная. Блин, а у меня что, надо вспомнить, мне тоже открывается, наверное. Так, 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 это посмотрели, это посмотрели. Это светится? А, парктроники, да? Ну, он у меня парктроник состоится. Это уже все было в комплектации, да? Да, это все в комплектации было. Это уже нормальная тема. Да, блин, почти все, что перечисляешь, почти все у меня как бы есть И даже тяжело вспомнить, чего у меня нету, что у тебя есть Что там резину ставят, какую? Мотодор у меня стоит Мотодор, я проотъездил на аннексии на Мотодоре, на зимний Хреб, один шип вылетел за два года или за три года, не знаю, вообще нормально, мне понравилось Так, это пороги у нас, пороги Ну я все равно осенью перед зимой обливать буду Ну да, я думаю, что тут что-нибудь сделать Чтобы она так хорошо была нормальной Правда, это на неделю машину придется поставить, но ничего страшного, я думаю, я переживу Барабанчики, барабанчики Еще колодки притираются передние, диски грязные все Тормозные Ну это еще с месяцом, они нормально притрутся Ясненько, ясненько А, это типа что-то откручивается туда доступ, да, к чему-то, видимо, к крышке какая-то Это этот, бампер крепится Понял, ну давай, проедемся до кружка Ну, хэнс-фри у меня есть, полный, ну вообще ништяк Да, все просто... А на руле что-нибудь управление... Нет, на руле нету До этого еще не дошли До этого еще не дошли До этого уже надо было люкс брать Единственное, расход меня немножко расстраивает Расход, так, по городу, сколько по городу? Ну вот у меня сейчас средний расход 9,2 литра 9,2, ну это чисто городской режим как бы туда-сюда Нет, городской чуть будет побольше, потому что я по городу мало ездию В основном-то туда, то есть в ту деревню Ну, 9,2 у меня, наверное, по городу все-таки... Да тоже, наверное, 9,2, но с другой стороны у меня-то и машина побольше, и как бы... А что побольше? В принципе, литров столько же 1,6 у меня тоже 1,6, тоже 9,2, ну как бы... Нет, я... Все-таки рассчитывал на меньше, да? Нет, я знаю... А по паспорту сколько, по паспорту? По паспорту городской 7... Ну, точнее нет, городской по паспорту 8, а загородный 6,9, ну в среднем где-то 7,3 литра, 7,5 должно быть Немножко шумки не хватает, особенно когда едешь по гравийной дороге, но это все в принципе... Ну а так особо сильного отрезка, там дребезжание, если дребезжание, ничего, пластик, ничего, тогда ведется... Да, спокойно ведет, она у меня пару дней на жаре простояла, просто очень-очень сильно, показывала температуру под 50 градусов в салоне, но в принципе пластик живой, хорошо, и самое главное, купил ее когда в салоне, я думал, что первое время пластиком ужасно будет пахать... Вот я был очень удивлен, когда я сел в машину после солнца, и вообще, ну как, чуть-чуть был запах химии, но не такой уж прям серьезный, чтобы можно было в противогазе или вонючку вешать Понятно Ну ездит тихо, спокойно, нормально, ездит плавно, обороты набирает тоже хорошо Ехал с Воронежа уже сам, да? Да, с Воронежа ее гнали, мы с другом вместе Он только, он ее сам с Воронежа выгнал по всем этим пробкам А потом я уже сам сел, и по трассе мы шли спокойно 110, 120, то есть вот во время обкатки она спокойно идет на 3000 оборотов на пятой передаче То есть ты не жалуешься ничего Все приятно, все хорошо, комфортно, удобно Поддержи отечественного производителя Незамедлительно Даже если... Так, 600, еще раз, 630 630 тысяч Что там? Да, помимо, в салонах, наверное, цены-то примерно одинаковые То есть какие-то там годы Сейчас все упразднили, усреднили Сейчас цены везде, где бы ты ни покупал Будь Москва, будь Тольятти, Курск, Воронеж, Белгород, у нас в Старом Москве Ценники везде одинаковые Просто все зависит от того, насколько сильно тебя облизывают А, вот кнопочка-то, кнопочка курсовой устойчивости Вот кнопочка за центрального замка А, центральный замок Руль шевелится? Руль шевелится в двух плоскостях Это даже в базовой комплектации руль шевелится Еще раз напомни, робот тебе не понравился, да, тем, что... Он немножко туповат Не очень туповат, да Да, бывает на горку начинаешь газовать Он либо на первой передаче докручивает до красной зоны Либо очень рано переключается Саня, а что у нас тут понизу-то, а? Понизу у нас как бы пластика нету, да, металл? А какая-то обработка, вот смотри, шершавенькая, да, что-то есть, да? Это, это, антикоррозийная специальная Антикоррозийка что-то есть Это прям под лак закрой Ну да, чтобы там щебенка, когда вот бывает там... Да, антигравийная, антикоррозийная, это вот есть такая все мелочь Понятно А что там с баком, сколько объем? 55 литров по паспорту Ну не знаю, я еще не замерял, не заливал полный бак Что, тут есть какие-то рекомендации? 92 минимум Лада рекомендует, раз нефть Ну не знаю, мне лакуэл не понравился Я ездил на такой же везде у знакомого Ну чего ты, Саня, ну блин, ты ж, наверное, уже опытный этот самый, не? А, это защита дураков называется Потому что людей много непонятных ездит, не пойми как Ясненько, ясненько Тут пластичек Нет, здесь металл, он просто покрыт специальной пленочкой А, пленкой, ну понял, понял, ага Откроешь? Ага, грана дернул Так, это мы смотрели Вот оно Защита от детей Ага, ага Переключатель То есть замки спрятаны Это тоже мне очень сильно нравится Тоже, тоже, да, ничего Тема нормальная Ну сюда какие-нибудь, да, может что-нибудь металлические пластины Просто отобьют Будут лазить все каблуками Да, да, всей фигней Отобьют Я заставлю все каблуки снимать Ага Ну ладно Блин, ну размер зеркал, да Даже я со своим сравниваю Зеркала очень так прилично Они даже на солярисе Ну и как бы обзор тебе как бы нравится Прикольно Да Ну а может быть со временем метод поменять Только внутреннее зеркало заднего вида И все Чуть-чуть побольше поставлю Ну а электроуправление я забыл Да Из салона, да? Да, из салона Вот оно, все электроуправление То есть Четыре стеклоподъемника Запереть задние стекла Чтоб не трогали Вот они зеркала Управляются А это что за переключатель? Да Ну это переключатель То есть левое, правое зеркало Понял, понял, понял Понял, понял Не показывают как, что управлять У тебя джойстика А у меня вот такая Такой щекунчик Вон управлял Ништяк Все в принципе На джойстиках управляется Ага, ну что тут управление Все стандартно? Да Все стандартно То есть минимальный пакет кнопок То есть все Сейчас уже на джойстике Все фары Все Включил фары Она запищала Ага А что пищит? Ну она пищит то что фары забыл выключить Аааа Тоже тема Тоже тема нужная Четыре позиции этого Дворников Угу 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 Так дворники Все в принципе вон Все регулируется Это как его Под усилие дождя Аааа Можно Ну и заднего дворника нету Так вот тоже Здесь еще одна крутилочка стоит Под задние дворники Так а что это за ручечки тут ну-ка Ага Вот это вверх вниз регулировать Это сиденье Ааа понял Так так Это спинку регулируем Туда обратно да А это? А это поясничный упор То есть его можно Либо убрать Либо выставить Подожди еще раз Объясни что это такое поясничный упор Ааа Есть люди у которых спина очень сильно прогибается Ааа Им бывает сидеть неудобно в кресле Ааа Там что то внутри какая то хрень Да 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 ты чё блин это ты вообще не знал Ну ясно Классно вообще удобно То есть я вот с ним ездию вообще Угу 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 Честно сказать С учетом Говорили очень много о том то что Сцепление тросик бывает слетает Ну я в принципе После покупки Сразу же Заехал Посмотрел Тросик там держится Гораздо лучше чем на Вес Чем на грантах А то мне вот не нравится До сих пор задние барабанные тормоза Ааа Уже пора переходить Да кстати да Вроде бы мелочевка Угу 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 Ну в общем в принципе То что ожидал и покупкой Как бы доволен Да ездишь Очень доволен Я думал честно сказать Все таки все говорили Автоваз Автоваз Вот потому и вопрос Почему я к тебе как бы да И пришел послушать Что ты скажешь Потому что все таки У всех пред Как это предрасположенность Да Предрассудки У всех предрассудки Все привыкли то что в 90х их делают Абы как Each has an extra thick skin Ребят Ребята Супенщён Угандер Продktion О Resино Редактор Ребята 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 На Эта Редина Ребята 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 галочка 你說 �� Bodens Тут еще, конечно, ценовая категория важна, что если за такие деньги, ну попробуй найди нормальную иномарку. А новые иномарки за такие деньги можно взять? Нет. Вот смотрел Солярис, Volkswagen Polo от 700, причем пакет в три раза меньше. Да, кстати, начнешь накручивать пакет, а там цена вырастет и мама не горюй. Ну вот я ради интереса связывался с Hyundai и Volkswagen, они в моей же комплектации предлагали 850. То есть 200 с лишним тысяч накрутки. Сейчас вот этот выпустили 1.8, сейчас вот первое поколение 1.8 Vesta, оно идет вообще с ниссановским двигателем. Что плохого в нем будет? 122 лошади. Сейчас вот уже начинают потихоньку первые Vesta с нашим, с таким же 127 двигателем, только с объемом 1.8. Ну, пускай. Едет тоже хорошо. Нельзя сказать, что машина не едет. Угу. Не, если ты, конечно, такой, хочешь себе крутую спортивную тачку, то это надо досматривать сразу Honda. Honda, Subaru. Ну, это и цены соответствующие, тут как бы понятно. Ну, да, ну, в принципе, за мои деньги можно было бы взять 5. Годика-3 поездишь, годика-3 поездишь, а там уже подумаешь, и пока она там на гарантии, может, через 2, через 3. Ну, как минимум, пока нормальная новая машина все равно поездить. Что там с ней будет дальше, как бы, как там эти автовазы, что там как с надежностью, это дело второе. А пока новая, я думаю, поездить нормально можно. Спасибо. Спасибо.